Здравствуйте, друзья! Сегодня речь пойдёт о сушке груш в сушилке Ветерок 2. У меня уже были видео, где я сушил яблоки, а также о работе самой сушилки. В конце данного видео будет подсказка на видео про сушилку Ветерок 2. А сейчас посмотрим результат, за сколько сушилка высушит груши и какой будет итог. Будут вот такие вот желтые, хорошие, спелые груши, не очень большого размера. Сушить буду следующим образом. Порежу грушу каждую на четыре части, ну и уложу на сушилку. В принципе, сейчас вот уже процесс запущен, вот сушка пошла, ну а дальше смотрите видео более подробно. вот еще полюбенье, чуть-чуть. Давай еще средний поддон заполним. Здесь-то хорошо, тут не надо пихать, может быть, вот сюда, наверное, чуть-чуть. Ну да, поплотнее надо. Это первый поддон, уже груш немножко лежит, сейчас надо добавить. Первый поддон, второй здесь вроде нормально уложил. Третий. Нормально стало всё. Это шестой, да, последний? Сюда еще хочешь, да, немножко? Всё, теперь крышку. Сколько сейчас? Как раз 10 часов. Вставь время, значит, на 10 часов. Нет. А сколько груш? Тут нарисована груша? Вот груша. Сколько? Подожди, что-то написано. Так, груша. 15-30 часов 55-70 градусов. 30 часов. 15-30 часов. Сейчас 22 часа. Ну давай просто поставим 10, тогда будем знать, что когда 12 пройдет, когда это. И включай, наверное, тогда градусов на 70, ну на 60, на 70 и включай. Так, подожди, ты неправильно делаешь. Почему неправильно? Вот это вот на минус, потому что сначала надо в розетку воткнуть, оно сразу включится, чтобы ТЭН аккуратно включился. Всё, провод в розетку. Да. Вот оно сейчас дуть начало, а теперь вот включай. Тут сколько градусов-то? Это на красное, наверное, да, получается? Вот он включился. Что, до предела сделать? На красное. До конца до самого. Ну и всё, и ждём теперь, смотрим как будет. Так, прошло уже 3 часа. Внизу груши стали чёрными. Это самый горячий поддон, ну так же, как с яблоками. За три часа примерно до четвёртого поддона тепло дошло. Эти два ещё, ну, чуть-чуть тёплые комнатной температуры. Ну, а что выйдет в итоге, посмотрим уже завтра. Это шум, вот сушилка такой издаёт. Это на максимуме. Итак, друзья, прошло уже семь с половиной часов. Мне кажется, что внизу груши уже почти высохли. Судя по цвету, первые два поддона, третий так, не очень. И два верхних ещё сырые. Поэтому самое время поменять их местами. Запах груш, конечно, очень сильный на кухне. Но температура особо сушилкой не нагнала на кухне. По крайней мере, 24 градуса. Сейчас на улице тепло, плюс батареи ещё топятся, поэтому нормально. Ну что, переставляем поддончики. Конечно, если бы тоньше их нарезали, они бы совсем быстро высохли. Действительно, груши, видимо, самая, самый долгий фрукт получается, который нужно сушить. Сейчас поменяю поддон, покажу вам нижний. Вот это первые три поддончика. Вот так вот выглядит поддон, который был самый нижний. Конечно, сыровато, но цвет уже приобрели румяный. Это семь с половиной часов. Вот поддоны местами поменял. Ну, полагаю, ещё, наверное, часов шесть сушить. Вот они, красавицы, видите? Вот поменял местами. И так прошло 12 часов. Сейчас вот уже больше десяти. 10-20 на часах. За 12 часов, ну, практически, игрушки все сравнялись, стали одного цвета. Ну, вы знаете, ещё сыровато они внутри. Прошло 15 часов. От 15 до 30 часов тут написано. Сушка при максимальной температуре. Но не обманул ветерок, да? Давай, проверяй. 15 часов, может, и хватило. Но вид-то у них хороший же. Сухие. Что, нельзя ещё? Рано? Нет, рано. Рано всё равно внутри. Ну, давай ещё сушим, что делать. Итак, друзья, время 21 час 17 минут. Груши сушатся практически сутки. Они уже высохли. Сейчас я их буду снимать. Дальше я ещё поговорю, сколько на это ушло электричества. Высушить такое количество груш в этой электросушилке. Ну, буду считать из расчёта, что я сушил их сутки. Вы помните, что противень с грушами был практически полный. Ну, пару штучек мы, конечно, не выдержали, съели с супругой. Вкусные очень, надо признаться. Ну, вот насколько уменьшилась площадь груш на поддонах. То есть, не так много уже их получилось. За счёт того, что сердцевинки вырезали, они действительно очень вкусные. Их можно просто так есть с удовольствием, без всякого компота. Ну, а теперь давайте сосчитаем, сколько надо будет заплатить за электричество. Это я возьму сейчас максимальную сумму, больше которой вы точно не заплатите, если прям целые сутки будете сушить в электросушилке какие-нибудь овощи или фрукты. Причём груши действительно оказались самые долгоиграющие и при самой высокой температуре. То есть, вот виноград, например, 10-15 часов надо сушить, но при температуре 40-50 градусов. То есть, энергии будет сушилка есть в два раза меньше. Мощность самой сушилки Ветерок-2 600 ватт. Это максимальная мощность, и если бы тены не отключались, а вот постоянно грели, то 600 ватт. Она бы расходовала. Но здесь стоят всё равно какие-то терморегуляторы, чтобы сушилка не сгорела, поэтому она на самом деле тратит энергии меньше. Ну, опять же, считаем по максимуму, чтобы для вас не было неожиданности. Вот прям максимальную берём. Вот я такую вот бумажку написал, всё сосчитал. За час получается сушилка мощностью 600 ватт. Любой прибор мощностью 600 ватт за час будет сжигать 3,6 киловатта. То есть, за сутки, за 24 часа, это получится 86,4 киловатта. Ну, а дальше просто умножаете 1 час сушки, это 3,6 киловатта, на ваш тариф за электричество. У меня счётчик имеет дневной и ночной тариф. Ночной тариф с 23.00 до 7 утра, то есть 8 часов всего. Дневной тариф 16 часов. В день и того сушилка за сутки потребила у меня, если на полном максимуме всё время греет, 28,8 киловатта. Днём 57,6 киловатта. Ну, а теперь вот по моему тарифу, как я плачу. Ночной тариф у меня стоит 3 рубля 1 киловатт. Вот, умножаем 28,8 киловатта на 3 рубля, получаем 85 рублей. Это за ночь сожрала сушилка. За день примерно 6 рублей у меня дневной тариф стоит. И за день намотает эта сушилка 57,6 киловатта. Это получится 345 рублей. Это, ребята, на максималках. Вот, итого за сутки получится 430 рублей. Это, ну, я говорю ещё раз, это максимум. То есть, по факту, наверное, ну, рублей 300 я заплачу за это удовольствие. Но вот это вот максимум. Больше этого не может быть. Это если сушилка всё время на полную мощность поработала в течение суток. Опять же, у кого тариф не разделён на день-ночь, тем на самом деле выгодней. У нас государство хитрое, и средний тариф у них будет дешевле. Или у кого электроплита в доме есть. Ну, если бы у меня была электроплита, мне бы сушилка была не нужна. Можно тогда в духовке груши сушить. У меня, к сожалению, газ. Ну, лишь к счастью, газ. Поэтому мне приходится пользоваться сушилкой. Так что вот, ребята, максимальная сумма за сутки. Это сушилка. Ну, считайте 400 рублей. Дорого, дёшево, думайте сами. Но, естественно, груши должны быть либо свои, либо вам кто-то там подарил, отдал. Ну, конечно, никто не будет покупать груши в магазине и их сушить. Поэтому единственный расход это на электричество. Кому интересно, сейчас ещё одну партию груш поставлю, но только нарежу уже колечками. Они намного быстрее должны высушиться. И в конце покажу результат, за сколько груши колечками высохли. Как долго они будут сохнуть. Да, перед тем, как сушить груши, я их мою и специальным средством для мытья фруктов. Ну, в связи с эпидемиологической ситуацией в нашей стране, сейчас такие средства продаются. Ну, почему бы и не использовать. Так, если вот так вот каждую грушу резать, она, конечно, быстро высохнет. Такими тонкими ломтиками. Ну вот, друзья, итог первой партии. Это вот с таким порезом, с крупным достаточно, получился вот такой вот ящичек неполный. Сухих груш. Ну, этот ящичек с проветриванием дна. Сейчас ещё я их здесь оставлю на сутки, чтобы они уже при комнатной температуре полежали, остыли. Конденсата никакого не было, но и досушились, если какие-то не досохли. Вот это вот ещё влажные, например, сильно большие куски. Ну и посмотрим, как партия дольками, насколько быстро высохнет. Красота какая. Ну вот, друзья, прошло всего 4 часа сушки, а нижние поддоны уже почти высохшие. Потому что нарезка в этот раз была тоненькая, что и требовалось доказать. Сейчас я поддоны местами поменяю. Вот эти вот верхние три, их ещё подсушить надо. Вот, просто переставил поддоны. Ну, вы видите, всё уже сухие, можно убирать. Вот. Ну, а эти ещё часика три. Потом я вам скажу итоговое время, сколько всего заняло сушка. Груш, если их тоненько порезать. Итак, друзья, прошло 12 часов сушки. Вот, время 10.50. Поставили мы вторую партию в 23 часа. Груши высохли. То есть, в такой нарезке они как минимум в два раза быстрее высыхают. Причём высохли они уже, можно их прямо в целлофановый мешочек сразу убирать конкретно, хорошо и полностью. Вот, сейчас я их сложу, покажу сколько всего их получилось. Вот в таком вот виде сушёной груши. Но эта груша хорошо подойдёт для компоту. Если груша, которая нарезана на четыре дольки, её можно и так покушать прекрасно сухой, то это как бы, ну... Не знаю, мне не понравилось её, просто так есть, она уж слишком тоненькие, получились кусочки. Её именно в компотик сварить зимой очень хорошо будет. Вот, друзья, просто сложил все эти груши на большой поддон, чтобы примерно хоть вы понимали, какое их количество высохло. Это 6 поддонов со всех получилось. Надеюсь, кому-то это видео было полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. До новых встреч, друзья! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok